Музыка Приятно снова видеть вас в зале. Все новенькие вас тоже очень приятно видеть. Я надеюсь, что сегодняшняя лекция будет еще более познавательной. Ну, я собрала по максимуму информации о дизайне персонажей. Я уверена, хоть что-то вам точно пригодится. Почему я выбрала эту тему? Этот вопрос задают тоже очень-очень часто. И когда я смотрю на работы начинающих художников-иллюстраторов, вот основная проблема почему-то именно с персонажами. Они очень выходят у них статически. Поэтому я постараюсь раскрыть секрет живых персонажей. Потому что, несмотря на то, что все наши любимые персонажи очень просты, те же Миньоны или Микки Маус, какие ваши любимые персонажи? Чебурашка. Проще не придумаешь. Одни ушки. Капитошка. Обычно узнаваемые любимые персонажи очень просты по дизайну. Но эта простота обманчивая. Обычно чем проще форма, тем сложнее ее добиться, чтобы выразить как можно больше, как можно меньше. И как узнать, как понять, что в персонаже стоит раздуть и акцентировать, а что сгладить. И как понять, как создать глубину и характер персонажа. Об этом мы сегодня поговорим. Лекция будет приблизительно полтора часа. Потом ответы на вопросы. Потом вот у нас еще книжечка есть. Вы уже все в курсе. Поэтому я не буду повторяться. Кто захочет, подходите, покупайте, я подпишу. Ну, поехали. Значит, начнем, как обычно, с самого начала. До того, как мы начинаем, как мы берем карандаш в руки и начинаем рисовать, задаем себе вопрос номер один. Для кого мы рисуем этого персонажа? То есть какая наша целевая аудитория? Кого нам нужно этим персонажем соблазнить, вдохновить и так далее? Опять же, я буду рассматривать эту тему широко. Не только иллюстрация детских книг. Это может быть и реклама, и мультфильмы, и компьютерные игры. То есть все, что угодно. Эта стратегия подходит для создания персонажей для любого направления. Вот. Так что первое – это подумайте об аудитории. Возраст имеет, разумеется, большое значение. Если вы рисуете для детей, то это обычно яркие цвета, симпатичные мордашки. Пол тоже, женщины и мужчины – это совершенно разный контингент. Если вы рисуете рекламу мужского продукта, то это своя цветовая гамма и свои формы. Социальный статус на удивление большое значение имеет. Опять же, это больше всего касается рекламы. Вы должны создать такой персонаж, который будет резонировать с той публикой, которую вы пытаетесь соблазнить. То есть они должны узнавать в персонаже или себя, или соседа, или близкого родственника. И географическое положение. Это, наверное, важно для компьютерных приложений и очень важно для книг. Особенно, если вы работаете над своими книгами, то имейте в виду международную аудиторию. Вы должны понравиться всем. Допустим, если для вас не принципиально важно, зверенок это или человек, то лучше использовать зверей. Потому что с ними проще идентифицироваться. Потому что, разумеется, в разных странах разные понятия о том, как должен выглядеть человек, какого он должен быть цвета, какие должны быть глаза и так далее. С животным проще. Опять же, используйте только тех животных, которые распространены по всему миру. То есть если вы решите нарисовать, я не знаю, кенгуру в Африке, могут не понять. То есть это типичный, я не знаю, зайчик, кошечка, ну медведь. Медведя вроде везде знают. В общем, попроще. Как можно, чтобы понравиться широкой публике, выбирайте персонажи, которые знают все и с которыми могут себя сопоставить все. В общем, первый вопрос – это для кого мы его решили. Второй вопрос, который вы себе задаете до того, как вы начинаете рисовать – это где. Где появится ваш персонаж? Опять же, все зависит от того, в какой отрасли вы работаете. Но каждая отрасль имеет свои нюансы. А если вы иллюстратор и, в принципе, работаете, как я, на что угодно, то есть сегодня я могу иллюстрировать книгу, а завтра работать над дизайном бренда и создавать персонаж для бренда, или работать над мобильным приложением, везде есть свои нюансы. Допустим, если вы рисуете одну иллюстрацию для журнала, ваш персонаж может быть настолько детальным, насколько подходит содержание статьи. Потому что вы знаете, вы его нарисуете один раз, и вы можете вложить в него всю свою душу. Если вы рисуете этот персонаж для книги, и вам нужно его повторить на каждой странице, то вы уже подумаете дважды, сколько деталей там рисовать, и насколько просто будет отобразить этот персонаж в разных вариациях, в разных позах и так далее. Если ваш персонаж сложный, там многослойные юбки, я не знаю, узоры, то вы просто никогда в жизни не отобьете в гонораре затраченные на работу деньги. Если вы работаете над мобильными приложениями, опять же, ваш персонаж будет вот таких вот размеров. То есть никаких деталей, важна только форма. Это совершенно другой уровень детализации, вы рисуете все очень просто. Вот еще персонаж для брендов, то, с чем я часто сталкиваюсь. Хочется нарисовать что-то необычное и интересное, но имейте в виду, что когда вы работаете для бренда, то вам, кроме того, что визуально будет картинка, у вас могут попросить этот же персонаж на брелок, на мерчендайзинг любой, на закладку, на открытку, на лейбл к одежде. То есть это тоже должно быть, или это должен быть персонаж, который можно упростить, и он сохранит все свои качества, то есть будет понятно, что это тот же самый персонаж. Или вы изначально его рисуете гораздо проще, чтобы из него игрушку можно было пошить. Вот такая вот история со мной случалась не раз. Что изначально мне даже не говорили, что собираются игрушку делать, а потом попробую рисованный персонаж перевести в выкройку, чтобы из нее получилась правдоподобная игрушка. Поэтому все эти аспекты стоит покрывать заранее. Если вы работаете на клиента, вы должны у клиента спросить, в каких вариациях будет использоваться персонаж, исходить из этого. Если вы работаете на себя, опять же, тоже продумайте этот вариант, этот вопрос. Вопрос номер три. С кого брать пример? Продолжение следует...